В земной коре уран — это обязательный элемент. Даже в Подмосковье есть частицы стратегического металла. Но залежи, которые подходят для промышленности, — это во всём мире большая редкость. Одно из крупнейших месторождений урана компания «Атомредмедзолото» разрабатывает в Забайкальском крае. Шахта уходит на миллионы лет в прошлое, когда на Земле ни то что динозавров, ни одной бактерии не было. Здесь, на километровой глубине, начинается будущее современной энергетики. Ведь в перспективе мощности атомных реакторов в мире вырастут на 119%. Уран будет не просто незаменимым дефицитным сырьём для АЭС. Приоргунское производственное горно-химическое объединение — рекордсмен в своей отрасли. Эти шахты — надёжный источник урановой руды на многие годы. Технология добычи здесь отработана до автоматизма. Одна команда закладывает взрывчатку. Другая забирает урановую руду. У нас крепость пород тут большая. Мы бурим забой, заряжаем его, и происходит взрывание забоя. И после взрывания та смена уже производит отгустку горной массы из забоя. На поверхности руда поступает на гидрометаллургический завод, где её богатая часть идёт на измельчение и сорбцию, а бедное — на кучное выщелачивание. Здесь круглые сутки идёт искусственный кислотный дождь. Серная кислота растворяет металлы, продуктивный раствор отправляется на переработку. Для таких процессов нужны грандиозные объёмы реагентов. Поэтому в рамках программы модернизации предприятий здесь построили современный серно-кислотный завод. Процессом на заводе, по сути, управляет один человек. После внедрения новых технологий производство серной кислоты стало безотходным, ни выбросов в атмосферу, ни отвалов пустой породы. У нас все растворы, которые подаются на технологическую переработку, они по своей сути замкнуты. Однако в будущем даже богатейших запасов забайкальского урана на всех не хватит. Поэтому компания «Атомредмедзолото» постоянно осваивает новые месторождения. Причём там, где добывать уран никто никогда не пробовал. На предприятии «Хиагда» стратегический металл достают из-под вечной мерзлоты. Давайте представим себе, что мы находимся на скважине. Что находится под моими ногами? До глубины примерно 160 метров идут базальты. Вот в интервале глубин 20, примерно 100 метров, это породы мерзлые. То есть там лёд, воды там нет. Под базальтами рыхлые породы, пески, глины. И вот в нижней части этого разреза залегают урановые рубли. Совсем недавно «Хиагда» была опытным заводом. Сейчас здесь решено построить полноценное предприятие, которое в перспективе будет выдавать до 1800 тонн урана в год. На «Хиагде» расширяют цеха переработки, возводят новое серно-кислотное производство и паротурбинную установку для выработки электроэнергии. Сейчас для того, чтобы добывать уран, далеко не всегда нужна шахта. Современные технологии позволяют работать даже в густо населённых районах Южного Урала. Здесь, на предприятии «Далур», как и на многих других, компания использует метод скважинного подземного выщелачивания. При таком способе добычи через систему скважин под землю подаётся серная кислота для выщелачивания урана. Водоупорный слой, который лежит под месторождением, не даёт растворам уходить вглубь земли. На верхней границе уранового слоя, через скважину, раствор подают на поверхность. Урановый холдинг развивает свои проекты по всему миру. Армения, Монголия, Австралия, Америка, Канада, Намибия, Танзания и Казахстан. В этих регионах специалисты АРМЗ ищут или уже добывают уран. Предприятия Казахстана выпускают химические концентраты с высоким содержанием урана. Инженеры говорят, всё дело в тщательной работе на полигонах. У нас на руднике 660 скважин. И они все как живой организм у нас. Скважины бывают, болеют. Вот сейчас мы видим, допустим, вот стоят агрегаты, которые лечат эту скважину. А болеет эта приёмистость плохая, фильтра забились, производительность низкая. Сейчас компания входит в тройку мировых лидеров по разведанным запасам урана. У холдинга есть гарантированный рынок сбыта, поскольку он входит в программу развития атомной энергетики России. Атомредмет золота занимает лидирующие позиции в мировом производстве урана. И это лидерство всерьёз и надолго. Ведь спрос на уран, как и на возможности атомной энергетики, поистине неисчерпаем.